Здравствуйте, дорогая публика! Я в гостях у Бориса Евгеньевича Штерна, доктора физмат-наук. И он, значит, занимается изучением, как бы сказать, астрофизик он. Он, хотя в Институте ядерных исследований работает, но, значит, он астрофизик. Вообще, ядерные исследования и астрофизика – это очень близкородственные науки. И сегодня он предложил поговорить о черных дырах. Как-то вот так вот черные дыры рождаются. Что она еще делает? Взимодействуют и растут! Что-то такое страшное надо такое делать. А, еще излучают! Ну все, я слушаю вас. Моярлая затейника закончилась. Да, но на самом деле я не только астрофизик, но я еще и ядерный физик. То есть я как раз вот на… Ну да, физик-ядерщик, ядерная физика – это самое. Да, и в астрофизику я пришел из ядерной физики. А разве можно откуда-то еще прийти в астрофизику? Она же вся такая ядерная. Ну можно, можно из, например, из радиотехники можно прийти. А, ну да, ну если вы там будете изучать радиоизлучение, но… Не, ну это как специалист по приему этих сигналов от черных дыр, не более того. Да, но здесь нет… Процесс – это ядерная физика. Да. В прошлый раз я рассказывал в основном про космологию, и там мне похвастаться нечем. Я по космологии ничего не сделал. А вот здесь уже немножко есть чем похвастаться, хотя сделала, конечно, гораздо меньше, чем сделали многие другие люди. Тем не менее, чего-нибудь упомянем. Итак, черные дыры рождаются. Первая часть. Ну, прежде всего, что надо сказать, что до 60-х годов вообще черные дыры рассматривались как абстракция, как удивительное решение в общей теории относительности. О том, что это такие реальные штучки, как-то еще никто особо и не думал даже. Ну, думали так немножко, там какие-то догадки, а в 60-х годах началось. И началось все очень довольно неожиданно. Американцы запустили военные спутники, ВЕЛА. Эти спутники были призваны следить за соблюдением договора запрещения ядерных испытаний в атмосфере. В трех средах там атмосфера, земля, космос. То есть, произведем мы ядерный взрыв, эти спутники его зарегистрировали. Мы французы, китайцы там и так далее. И эти спутники начали регистрировать гамма-всплески. То есть, если ядерный взрыв на Земле, он зарегистрирует там несколько микросекунд всплеск жесткого рентгена. И они стали регистрировать только не несколько микросекунд, а несколько секунд. И потом, их же было несколько этих спутников, по соотношению времени прихода стало ясно, что это происходит где-то вне Земли. Приходит плоская волна, откуда-то издалека. И вот эти спутники, которых несколько, вот так прямо затекают фронт прихода этой волны. Это были 60-е годы, и тогда это было полной загадкой. И это было полной загадкой и в 70-х годах, и в 80-х. Основной гипотезой было что? Что это нейтронные звезды шалят. Что на них происходит там, ну скажем, звездотрясение, перестройка магнитного поля или еще чего-нибудь. И они действительно шалят. И они действительно вот такую вещь делают. И действительно обнаружили точное, вот это точно была нейтронная звезда. всплеск жесткого рентгена и потом пульсации, четкий период, как она вращается. И тогда все закричали, да, все эти гамма-всплески это нейтронные звезды. Доказано. А потом увидели, что нет, ничего не доказано. Давайте посмотрим вот первый слайд из презентации. Там профили временные этих гамма-всплесков, вот прямо экспериментальные кривые, отсчеты. Отсчеты в секунду. Вот они. Вот они, да. И это уже, правда, 90-е годы. Это очень хороший детектор. Это была запущена гамма-обсерватория Комптон, американцами. И вот детекторы, специализированные на гамма-всплески, вот это вот отсчитывали. Вот по горизонтали секунды, по вертикали это числа отсчетов. Там, видите, тысячи идут. Совершенно разные кривые. И вот один плавный всплеск продолжался там 30 секунд. Второй плавный, а на нем еще один. А потом вообще какая-то смесь, дикая пляска. Как будто наложение на такого много импульсов. И вон третий, сверху, слева, там мощный такой короткий всплеск, потом молчание. И потом начинаются какие-то дребезки. Это все летит оттуда же. То есть нет никакой четкой закономерности. Есть там закономерности, но они такие скорее статистические. Это уже долго немножко объясняю. А вот в левом ряду самый нижний, то как хороший всплеск-то какой, да? Он очень мощный, да. Над фоном-то в несколько сотен раз вырос. Ну, видите, там не в сотен. Сотен. Вот на первом снимке там фон был порядка 250, да, отсчетов. А здесь 10 четвертый. Ну, в сотни раз. А здесь 10 четвертый, да. Да, много сотен раз. И я видел такие всплески, где, в общем, там динамический диапазон просто три порядка. Это видно. Это вот рекордные всплески были. Они очень сильные. Вот. И дальше пошел спор. Убирайте. Убираем. Новую картинку не надо. Потом. Я скажу, когда новую картинку. Отличная мысль. Пускай полюбуются на мою физиономию пока, да, зрители. Это мило. Это мило. Ничего в ней такого особенного нет, но, тем не менее, есть некая мимика. И тут сейчас будет драма. Так. Так вот. Наша школа. Геннадий Бесноватый Коган там. Он это предложил про нейтронные звезды. И он все время отстаивал гипотезу, что это нейтронные звезды. И другие астрофизики тоже. Теперь накапливалась статистика по ним. Если это нейтронные звезды, значит, это галактика. Нейтронные звезды в галактике. Из других галактик мы это не увидим. Потому что они, понятно, да, слабенькие будут. Если это галактика, значит, они должны концентрироваться в галактической плоскости. А они нифига никуда не концентрировались. Никуда. Тогда стали говорить, что это некое облако вокруг галактики. Из этих нейтронных звезд. Ну, для этого есть некоторые... Некоторые соображения есть на эту тему, что... Когда нейтронные звезды образуются, у них довольно большой начальный импульс. Импульс отдачи. Ну, там взрыв сверхновая, немножко несимметричный. Она улетает из галактики. Там где-то летает, значит, с... Все еще гравитационно связано с очень большим апогеем. Но все равно, даже если это облако вокруг галактики, то это должно быть смещено. То есть, все равно в одной стороне должно быть больше, чем в другой. Потому что мы находимся довольно далеко от центра галактики. Довольно далеко. И даже если облако большое, все равно вот это наше смещение от центра галактики, оно должно чувствоваться. И это полдела. Второе. Их распределение по яркости не соответствовало тому, что... равномерному распределению пространства. То есть, если мы представим себе, что эти объекты, на самом деле, не очень далекие, что они меньше размеров облака, меньше размеров галактики, мы их видим с расстояния небольших, то значит, должно быть так называемое евклидовое распределение. То есть, распределение в евклидовом пространстве. Давайте теперь следующий слайд. Так, сейчас будет вам следующий слайд. Секунду. Не ставьте. Так, поехал. Вот. Сверху вот эта карта неба, где 2700 гамма всплесков. Они совершенно равномерно его покрывают. А снизу слева вот эта кривая, вот пунктир, это то, как они должны распределяться по яркости, если они находятся в бесконечном, изотропном, бесконечном и вклидовом пространстве. Они отклоняются от этого очень сильно. А потом еще сильнее. Потом еще гораздо сильнее. При большей статистике. Это я уже сам строил кривые, это не моя кривая. Вот. То есть, что получается? Из того, что мы видим, получается, что мы сидим в центре облака, ограниченного облака, гамма всплесков. В центре это вот равномерное распределение по небу. Ограниченность это отклонение вот этой кривой. То есть, мы видим край. Мы видим влияние края. И мы видим то, что мы в центре, потому что со всех сторон одинаково. То есть, мы в центре ограниченной области. Да. Откуда к нам прилетают гамма всплески? Что это может быть? Это может быть, начали фантазировать сразу. Облако Оорта. Кометное. Мы сидим в его центре, оно огромное. Нет механизмов. Никто не придумал механизма, как это облако может нам давать гамма всплески. Это может быть очень такое большое галло галактики, но его отвергли. Вот этот рисунок уже не лезет ни в киеворота. И что это может быть еще? Это может быть вся Вселенная. У Вселенной есть горизонт. Все, убирайте слайд. Я сейчас буду руками махать. Хорошо. Машите. У Вселенной есть горизонт. Есть просто большие красные смещения, которые сильно давят яркость. Понятно, да? Если мы возьмем всю Вселенную, что эти гамма всплески приходят к нам с космологических расстояний, с миллиардов световых лет, то как раз и получится, что мы сидим в центре, и что оно ограничено с краев. Космология давит яркость при приближении к горизонту, замедляет время, все что угодно, да и просто есть горизонт. И вот середина 90-х. И публика начала ожесточенно спорить, что же это такое. Самый яркий эпизод, наверное, это была дискуссия между Богданом Почински, поляк, ну тоже американец, и Дон Лэмб, оба прекрасные ораторы. И вот была дискуссия, транслируемая по телевидению, и зрители голосовали, и когда она начиналась, все верили Дону Лэмбу, что это все-таки галактика. А когда она заканчивалась, за 50% перевалило мнение, что это космология Богдан, который отставил Богдан Починский. Очень такая драматичная дискуссия. Это 95-й год. А в 96-м году, давайте следующий слайд. Даем. Даем. Пожалуйста. А в 96-м году Гамм всплеск поймали в телескопы. Каким образом? Итальянцы запустили довольно-таки мощный спутник Пепа Сакс, но он не то, чтобы мощный, он очень умно сделан. То есть там есть детекторы рентгеновские, которые более-менее точно определяют направление. Ну, не очень точно, с точностью там градусы. И у него есть еще, кроме этого, рентгеновский телескоп зеркальный. То есть есть, как это, рентгеновское зеркало. Это типа такой бочки выгнутой. По-моему, это называется система Вольтерра, да, если не ошибаюсь? Может быть, я не знаю. Вот в этой рентгеновской оптике я просто не разбираюсь. Вот. Значит, если к нескольких градусам хватило, чтобы вот этой рентгеновской оптикой он навелся на это место и увидел гамма-всплеск его послесвечения. Сам гамма-всплеск кончился, но он остался в мягком рентгене. Он продолжался там еще часы. С точностью до угловых минут. И вот этой точности угловые минуты хватило, чтобы навелись уже большие телескопы. В том числе Хаббл стал навестись. И увидели оптику от этого гамма-всплеска. Уже точность доли микросекунды дуги. И вот он на рисунке. И вот самый нижний правый точка это тот самый всплеск его послесвечения. Он быстро газ. Газ там буквально за дни. А вот этот хвост это родительская галактика. То есть он произошел в этой галактике. И эта галактика на красном смещении почти 0,7. То есть я сейчас не скажу сколько это миллиардов световых лет, но это больше 8 миллиардов. Это где-то между 8 и 10 миллиардами световых лет. И это космологические расстояния и есть. То есть Вселенная была там вдвое-втрое моложе, чем сейчас. Когда этот гамма-всплеск был излучен. Все. Вот это было, так сказать, поставлено точкой в этом вопросе. Гамма-всплески рождаются на космологических расстояниях. Значит, это совершенно какая-то безумная мощность. Это так, сейчас, секунду, простите мою собаку. Где-то она там пять гавкает. А это не ваше, это тут у соседей у меня гавкает. А, теперь у вас, да, гавкает у меня. Это там, соседний участок. Понятно, да, моя вроде молчит. Ладно, хорошо. Значит, теперь, это энерговыделение, которое видит, это одну десятую массы Солнца взять, превратить в антивещество и промегилировать. То есть, это 10,52 в секунду. Это полная энергия Солнца. М Солнце на С квадрат это 10,54 А здесь 10,52 выделяется. До 10,53 такого не может быть. Нет механизма. Если это светит во все стороны, вот так вот, не прожектор, а шар огненный, то это таких механизмов нет. Это на порядке ярче сверхновой. Гораздо ярче сверхновой. Ну, не на порядке, но на порядок, так скажем. Потому что дотягивало до 10,54, там где-то R почти что. Значит, это прожектор. Понятно, да? Если это прожектор, сразу телесный угол, делим на телесный угол и получаем, да, сразу, вернее, умножаем на телесный угол вот эту мощность и получаем разумную величину уже. Типа 10,50 R. Что уже годится? Это уже энергетика нормальной сверхновой. И люди стали считать. И здесь, пожалуй, основной вклад внес Стэн Вусли. Это из Калтеха. Мужик очень вообще такой талантливый. Вот. Он предложил механизм, рассчитал его, как это все происходит. Давайте следующий слайд. Там картинки такие красивенькие. Что происходит? Значит, звезда теряет устойчивость. Большая прогоревшая звезда. И ее внутренности начинает падать в центр. И там начинает образовываться черная дыра. Но она образуется не сразу, это довольно сложный механизм. То есть сначала вокруг этой черной дыры, которая зарождается в центре, образуется диск. Аккреционный диск. И диск этот из вещества нейтронной звезды. То есть там ядерная плотность. Размеры этого ничтожны. Размеры этого десятки километров. А звезда многие миллионы километров. Понятно, что это маленькая фитюлька в центре звезды, но очень большой массы. И этот диск из вещества типа нейтронной звезды работает как генератор магнитного поля. Он наматывает магнитное поле, он замагниченный. Он его наматывает и это механизм общий для многих, я потом еще про него скажу. Он выпускает струи, джеты по оси вращения. И эти струи за секунды прожигают миллионы километров толще звезды и вырываются наружу. люди моделируют это магнитно-гидродинамическими расчетами. Для меня это очень тяжелая вещь, я не умею этого делать. Тем не менее делают. И вот такие более-менее правдоподобные вещи получают. Дальше это вырывается в пустое пространство и как-то там излучают эти гамма-кванты в виде прожектора. И если этот прожектор попадает на нас в луч, то мы видим гамма-всплеск. И здесь вся энергетика уже сходится. То есть это момент схлопывания в черную дыру, да? Да, совершенно верно. Это рождение черной дыры и есть. Каждый гамма-всплеск это рождение черной дыры. как пушинка оболочкой разлетается, получается обычная сверхновая. И люди видят, да. Но нейтронная звезда, то есть это сначала это все один процесс формируется нейтронная звезда и попутно, значит, если она достаточно тяжелая превращается в черную дыру и вот этот разлет. Да, 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 но здесь еще важный момент. Повторю, слово нейтронная звезда было употреблено в отношении диска. То есть диск, он так же плотен, как нейтронная звезда. Это такая расплющенная тарелка, в виде тарелки нейтронная звезда, а в центре уже черная дыра сидит. И потом это все поглощается черной дырой, потому что момент уносится джетом, магнитным полем и так далее, теряет момент угловой довольно быстро, за секунды, за секунды рождается уже черная дыра. То есть из вещества звезды сначала под большим давлением электроны взаимодействуют с протонами, получается вещество нейтронной звезды, и оно значит диск аккреции сразу идет в черную дыру. Ну примерно так. Еще эти джеты. Да. Так, ну давайте дальше это самое. Вот, значит теперь, ну давайте дальше я снова помашу руками немножко. А, помашать руками. Да, да. Ну что ж, машинки. Эту картинку можно даже не показывать, она у меня на футболке, вот она. А, вот она на футболке, но футболку плохо видно. Повыше так. Вот, вот теперь видно. Это черная дыра обдирает соседнего гиганта, да? Да, да, ну давайте до этого, программу всплеска я еще не договорил. давайте. Вот. Люди физики были бы плохими физиками, плохими пиарщиками, если бы не связали ганну всплески с гибелью динозавров. Понятно, да? Любой хороший пиарщик свяжет с динозаврами все, что угодно. Например, темную материю, была такая книжка, вот там, вот, я не буду пинать автора ногами, вот это, как это, это отдельный предмет уже, но связывали с темной материей тоже, ну а со сверхновыми само собой, ну а с ганнувсплесками сам Бог велел. Ну я оценки сделал, значит, чтобы, если ганнувсплеск взорвется в радиусе ста световых лет и лучом попадет на нас, это все истребит. Это примерно эквивалентно взрыву хиросимской бомбы на каждом гектаре неба, то есть на небе надо взорвать бомбы одновременно на расстоянии ста метров друг от друга. Это все. Это полный конец. Вероятность. Только с той стороны земного шара, с которой упадет этот всплеск через... Ну да, но другая сторона погибнет от всяких вторичных эффектов мгновенно тоже. Ну не мгновенно, там еще несколько минут поживет. А какие такие вторичные эффекты за несколько минут распространятся? Ну половина земли это самое нагрелось. Половина земли будет повышенной радиации, ионизации, все что угодно. Да нет, будут дикие ударные волны просто в атмосфере. Хотите сказать, что они охватят землю? Обратную обратную сторону, да, конечно. Но это, вероятность этого, да, по моим оценкам, примерно одна десятимиллионная за время жизни Вселенной. То есть можно сбросить вообще со счета. Динозавры оказались ни при чем. Да, если действительно не так сильно, то есть погибли динозавры, а биосфера выстояла, это одна десятитысячная за время существования Вселенной. То есть тоже не очень интересно. А вот за 10 миллионов лет, даже чаще, за миллион, эта штука может по нам бабахнуть где-нибудь из далеких областей Галактики. Все спутники вышибут, вышибут, но для астрофизиков это все равно будет праздник великий. Мы не пострадаем. В среднем один раз за 10 миллионов лет, да? За один миллион лет, да? Да, ну за миллион лет где-то, да. То есть спутники вышибут, мы не пострадаем, ну как не пострадаем, если мы слишком будем завязаны на ГПС, конечно пострадаем. Да, да, то есть конечно, да, мы тут так сказать не сможем заказать такси. Да хуже, там много чего, сразу будет некий коллапс, но выживем, выживем. Ну вот, значит, ну вот программа всплески, все, так рождаются черные дыры с большими эффектами. Они могут рождаться немножко по-другому, но ладно, бог с ним, вот это самый такой интересный яркий путь, то есть они рождаются с мощным фейерверком. Давайте дальше, черные дыры излучают. Вот тот самый даже слайд, что у меня на все-таки его. Давайте, да. Ладно, его так его. Смотрим. Значит, это лебедь Х1. Ближайшая к нам черная дыра и первая открытая на самом деле, вот функционирующая черная дыра. Сколько же до нее? Сколько до нее? До нее 2000 килопарсек, то есть довольно близко. О, 2000 килопарсек. Нет, килопарсек, прошу прощения. Два килопарсека. Два килопарсека, да. Где-то 6000 лет, да? Световых лет, да. Вот. Ну, по галактическим масштабам это близко, поскольку это редкие вещи довольно. Ну да, это близко. Вот, значит, двойная система, черная дыра плюс голубой гигант. Голубой гигант, у него мощный звездный ветер, и часть этого звездного ветра, значит, садится на эту черную дыру через аппетитный диск. И она излучает. Вот, возвращаясь к гамму-сплескам, я эти гамму-сплески провелозил на своем брюхе, можно сказать. Вот те, что в 90-х годах регистрировали гамму-обсерваторию и Комптон. Вот, то есть, моя докторская была этому посвящена, и я, ну, с помощью коллег нашел, вот там картинка была из 2700 гамму-сплесков на небе. я нашел еще 1700 слабеньких, которые, которые официально не были зарегистрированы, которые, вот, да, вот это, из этой базы данных всплески. Я искал совсем слабенькие, которых здесь даже не видно, вот в этом масштабе их бы не было видно, но они тоже четкие неубьенные гамму-сплески. Вот. Значит, теперь и в этой же базе данных вот этот самый Лебедь-Х1, который у меня на футболке. светил. И вот среди этих 1700 гамму-сплесков, которые мы нашли с ребятами, я увидел следующую вещь. Давайте, вот, следующий рисунок после этой черной дыры, после картинки. Вот. Значит, увидел и обалдел. Я увидел вот такие картинки. это совершенно не было похоже на гамму-сплески. Длинные. Ужасно длинные для гамму-сплесков. И ведут себя не так. Я посмотрел, откуда эта дрянь прилетает. Она прилетает точно лебедя х1. То есть, он светит, он все время видно, как он светит. Он восходит, заходит. Когда он заходит и восходит, появляется ступенька. Понятно, да? Вылез над горизонтом, и дотерритор это видит, и сразу всплеск ступенька в отсчетах. А здесь вообще черт не знает что. То есть, это такие могучие выплески. Ну, мы опубликовали статью, значит, с Андреем Белобородовым. Он помог там это все еще обработать. Вот. Мы были первыми. Да. То есть, ну, вроде открытие, но открытие такое, с которым никто не знает, что делать. Куда это пришить? Какая-то сложная система, и вот такие взбрыки у нее. Пророда этих взбрыков, в общем, до сих пор непонятно. Ну, это вот такая лаборатория. Вот этот Лебедь Икс. Значит, вот тут продолжительность тысячи секунд, да? Да, 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 да. То есть, до получаса. Нет, ну, да, вот каждый взбрык, до получаса получается, да, несколько тысяч секунд. Даже больше. Вот какой-то взбрык произошел, полчаса. Наверное, может быть, это с акрецией что-нибудь связано, там, какое-то облако прилетело. Ну, во всяком случае, было неожиданно и интересно. Ну, вот, давайте дальше. Значит, вот таких вещей довольно много. И это, это как сказать, это некие лаборатории, по которым можно изучать аккрецию, аккреционные диски и так далее. То есть, излучение черных дыр это очень интересная вещь. Потом дальше я еще расскажу о тех же явлениях, только более масштабных. Теперь, слияние черных дыр. Уже после открытия давно думали, вот, что будет, если они сольются, а слиться они могут как, если они вместе в парной системе, они вращаются друг вокруг друга и замедляются из-за излучения гравитационных волн. И вот эта картинка это компьютерная симуляция, тяжелейшая компьютерная симуляция, это честное решение на компьютере общей теории относительности, задача общей теории относительности без каких-то там особых симметрий это суперкомпьютер, в общем. И вот эта картинка, она на самом деле довольно хитрая. Вот черные дыры два эллипса, а за ними еще такие серпики видны, черные, с каймой светлой. Так этот, каждый серпик это изображение противоположной черной дыры. Понятно. Вот так вот. И через секунды они сольются, буквально через секунду. Ну, наверное, все-таки не через секунды, но чуть побольше, десятки секунд, скорее всего, но довольно быстро они сольются. об этом мечтали, о том, чтобы зарегистрировать гравитационные волны от слияния черных дыр. Гравитационные волны ловили в 70-х годах, и вроде были даже какие-то позитивные результаты, но там детекторы были настолько хиленькими, что должно было произойти что-то чудовищное, чтобы это было правдой, что действительно гравитационные волны зарегистрированы. Ну, техника развивалась. В Америке построили два детектора, это Лайга, это один проект, но два детектора в разных местах. Это, в общем, ужасно сложная штука, это четырехкилометровые трубы, вакуумные, в двух перпендикулярных расстояниях, и каждый из них это вакуумный, это лазерный интерферометр, там висят зеркала, сапфировые, подвешенные на кварцевых нитях, чтобы ничего не дрожало. Вот рассказ об этой технике, он заслуживает вообще отдельного этого самого рассказа, и у нас в стране есть люди, которые этим активно занимались. Владимир Брагинский, например, он вот он дожил, он умер, но он дожил вот как раз до того, как открыли гамма-всплески. Он очень много сделал, он в МГУ работал, из Нижнего Новгорода, сильная группа тоже, которая занималась всей этой лазерной техникой для этих самых детекторов. И в 96-м году, ну точнее в 95-м опубликовали в 96-м, они зарегистрировали слияние черных. Давайте вот следующий слайд. вот. Это два детектора в Соединенных Штатах, разнесенные где-то на 3000 километров. и вот это зарегистрированы такие события. Здесь так, масштаба нет у меня тут. Это доли секунды. десятки микросекунд. То есть это все очень быстро. Причем видите, это на расстоянии 3000 километров обнаружено с задержкой там, ну соответственно времени пролета света. Сколько там десятки миллисекунд, наверное. И это соответствует картинка в точности расчету слияния двух черных дыр массой порядка там одна по-моему 10, вторая по-моему 20, я точно не помню уже солнечных масс. Очень важно, что вот смотрите, значит частота увеличивается этих волн. Это черные дыры сближаются. То есть они сближаются и становятся все более быстрее друг вокруг вращаться, да? Да, да, да. А вот размер дыры с массой 10 солнц сколько у нее радиус Шваршильда-то? Сейчас, 30 километров. 30 километров, ну понятно. Да, ну для вращающейся поменьше, да, это для не вращающейся 30 километров. Вот. Радиус. Ну да, 30 километров, вот это вот расстояние соответствует скажем времени пролета света расстоянию 100 километров, где-то вот так вот. То есть это какие-то типа там микросекунды, меньше 10 микросекунд, по-моему. Вот. И из этой частоты как раз вытаскивается очень грубо масса слившихся черных дыр, а более тонкие расчеты, это уже и вот здесь они слились, но вот здесь они слившиеся, но еще они в виде дыни. Не в виде сферы, а в виде дыни. И вот потом это быстро затухает, это они уже приобретают вид сферы. А какую же часть своей массы они превратили вот в энергию гравитационных волн? Здесь, наверное, где-то полторы солнечных массы, полторы-две солнечных массы они превратили в энергию гравитационных волн. А вот скажите... Ну и здесь случаи, когда гораздо больше, там типа шести солнечных А вот скажите мне и нашим зрителям, вот я представляю, как, например, превращается, так сказать, в энергию, ну в энергию гамма-квантов, значит, это происходит, когда аннигиляция протона с позитроном, электрона с позитроном, да? Вот они были электрон с позитроном, тут диаграммы Феймана нарисуем, бас, полетели. А тут-то как получилось, что образовались, значит, мощные всплески гравитационных волн. И как же это, как выбрать, какому именно протону, который находится внутри этой черной дыры, превратиться в энергию? Не-не-не-не-не-не. То квантовый эффект, здесь чисто классический, то есть здесь сразу все, вся масса, там неразлетима, там протонов электронов нет, они уже сидят, внутри о них нет никакой информации. Чисто классический эффект. То есть они для нас уже пропали, их для нас уже... Они пропали давным-давно, да, они сидят под горизонтом, да. Вот, это классические гравитационные волны. Как их рассчитывают? Ну, в общей теории относительности в данном случае их рассчитывать тяжело, а если это система, скажем, двух тел довольно далеких, это просто. там поля гравитационные слабые, в общем. Ну вот, а здесь это тяжело, люди насчитали 200 тысяч вот таких стандартных слияний, как это, темплейт. Сейчас, как это... Ну, в общем, вот клише такое, вот 200 тысяч штук этих самых вариантов слияния, и потом подбирали, какой из них больше подходит, а между ними еще сделали интерполяции, вот, и таким образом подбирали массы этих слившихся черных дыр, их ориентацию, там, в общем, довольно сложная подгонка, подгоняется, вот получили... Значит, наверху это наблюдаемые, внизу это расчетные, да? Да, 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 совершенно внизу теоретическая подгонка, да. Сейчас таких событий я не знаю сколько точно, вот, по-моему, они еще не опубликовали результаты последнего рана, но их уже больше сотни, это точно. Результаты подгонки 11 штук я просто видел, а сейчас их много, и там есть огромные массы, то есть под сотню, то есть суммарная масса конечная, больше сотни солнечных масс, и вот там 6 солнечных масс просто улетело в гравитационную волну. Потрясает. Вот надо посмотреть, может быть, уже опубликовали, но я просто пока не следил, вот, надо будет посмотреть, но скоро, наверное, опубликуются, там будет уже приличная статистика этих слияний. Скажите, а вот гравитационная волна, она, так сказать, материальна или нематериальна? Вот, например, магнитная волна, она материальна, потому что так или иначе, она, ну, можно говорить про распространение фотонов, а тут как? Да все материально, конечно, материально, у нее есть энергия. вы уверены, что есть некий, так сказать, гравитон, да? Гравитон это результат квантования, да, конечно, уверен, то есть, здесь есть эти гравитоны жутко низкой энергии, то есть, ловить их бесполезно. Энергия у них, ну, такая смешная, совершенно там, то есть, недетектируемая. Ну, сколько смешно это? Сколько смешно это? Ну, сколько, значит, частота, сейчас, длина волны, длина волны здесь тысячи километров, так? У фотона энергии один электрон вольт, длина волны одна десятая микрона, то есть, десять, сейчас, одна десятая микрона, десять минус седьмой метр, так? А здесь, а здесь метров у нас будет десять шестой, третий, десятьшестой, значит, десять тринадцатый раз различается, да, десять десяти десятый раз и миллион вольт, энергия одного гравитонного да, 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 совершенно верно, чтобы получить детектируемый гравитон, надо сталкивать частицы, большой массы или огромной энергии, нам совершенно недоступны, тогда гравитоны будут приличной энергии, да, Но эта энергия недоступна, это 10-19 электрон вольт энергии должна быть. Гравитон со слабенькой. Нет, масс мало, это 10 минус 5 грамма надо сталкивать, но очень большие энергии. Очень маленькие расстояния получить, тогда здоровенные квантовые эффекты и рождаются мощные гравитоны. Но это предел. Но скажем, на большом андронном коллайдере до рождения гравитонов еще много-много-много порядков. А детектировать их тогда можно будет теми же детекторами, в принципе, что и, но они же, как они, нет. Те же, теми же энергиями, которыми детектируют частицы, потому что они... Да, но как они будут ионизировать вещество-то? Мы же детектируем, потому что они ионизируют вещество у нас, наше излучение, это ионизирующее. Гравитоны, это тоже ионизирующие? Те гравитоны, которые можно родить на ускорителе, с очень маленькой вероятностью, с очень маленькой вероятностью могут взаимодействовать с обычными частицами, причем взаимодействовать так, что ой-ой-ой. Но вероятность это очень маленькая, так скажем. То есть частицы отдачи надо будет регистрировать? Ну да, то есть, ну там очень маленькое сечение, то что называется, из-за просто маленькой константы гравитонного взаимодействия. Вот. То есть надо родить очень много очень энергичных гравитонов и чтобы они с кем-то взаимодействовали с таким вот... Да, да, маленькое сечение, то есть там ничтожная масса. В общем гравитоны зарегистрировать нереально, но гравитационные волны, как видим, реально, а если есть гравитационные волны, значит есть гравитоны. Да, вот такой совершенно ничтожный. Трудно спорить жизненные логики. Да. Ну давайте дальше, поехали. Значит, черные дыры сливаются и так дорастают до каких-то больших размеров, когда они... Там есть некий зазор. То есть вот мы увидели, как родилась черная дыра с массой сто с лишним. И мы видим черные дыры с массой, ну, под миллионы солнечных масс. Многие миллионы, миллиарды. А в зазоре как-то вот ничего не видно пока. Но понятно, что этот зазор как-то преодолевается. И вот когда он преодолеется, возникают уже другие фейерверки. Это черные дыры садятся в центре галактик. Такие тяжелые. И там они производят очень большие эффекты всякие. Вот это на рисунке. Это квазар. Ну квазар что такое? Черная дыра огромной массы, на которую падает вещество. Тоже гравитационный диск. И тоже по оси вращения спускаются струи. Вот размах этих струй около миллиона световых лет. Ну, то есть это гораздо больше размеров галактики. Ну, там много еще всяких эффектов. Давайте посмотрим дальше. Это вот здесь что? Вот в центре это маленькая черная дыра, белый шарик. Да, да, да. И вот это вот два пузыря, которые она создала, да? Да. И видите, струйки такие тоненькие там от этого. Да, вот они, вот отсюда. Это радио, да. А вот это тоже радиоизлучение, да? Все радиоизлучение, да. То есть это скопище реликтивистских электронов, которые в магнитном ходе световых лет. Так, это рядом, действительно, ближайшее окружение. Да. Справа подальше, это 17 мегапарсет, то есть это сколько? Ну, на 3, 50 миллионов световых лет где-то. Это огромная галактика, M87. Ну, и вот она излучает эту струю. Это оптика, это не радио, это оптика. Это тоже синхротрон, но он виден в оптике. А вот почему эта струя, она такая вот фрагментарная, да? Видите, вот как... А вот это какие-то неустойчивости в этой струе? В этой струе или в работе самого вот этого излучателя? А вот это никто толком сказать не может. Я думаю, что скорее в струе. Ну, это я думаю. А вот характерное расстояние между двумя сгустками сколько? Характерное расстояние это парсеки, десятки парсек. Вот, то есть довольно большие. И если это светит на нас, то эти парсеки сжимаются. Вот эта вся временная структура, это не годы получаются световые, а гораздо меньше, потому что это движется все со скоростью, близкой к скорости света. И это все сжимается. То есть Лоренц-фактор гамма, и все сжимается в гамма квадрат раз. То есть там у них на самом деле все очень быстро происходит. Да, гораздо быстрее. Да, и судя по всему, вот эта переменность, которую мы наблюдаем, она короче того, что можно объяснить за счет аккреции, за счет неравномерности падения вещества. То есть это какие-то более быстрые вещи, которые могут появиться из-за неустойчивости в самой струе. Вот это моя точка зрения. Нет, это очень, так сказать, логично, логично. Вот. У них это все там гораздо быстрее происходит. Да, 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 да. И это похоже на гамма всплески по своей временной структуре. Только это действует постоянно, но не совсем постоянно. То есть затухает. Давайте следующий слайд. Даем. А, это сейчас. Это карта нашей галактики. Да, там тоже сидит квазар. Маленький квазарчик. И вот эти вот облака вверх-вниз. Вот эти вот. Да, это пузыри, которые этот квазарчик надул миллион лет назад. И сейчас там летают протоны. Электроны все уже остыли, а протоны все еще летают. Миллион лет. Это совсем недавно по галактическим понятиям. Недавно, да. То есть на него чего-то упало. Что-то упало, да. А вот тут написано сверху больше 6 ГФ. Это энергия гамма-квантов, да? Да, это я отбирал больше 6 ГФ. Да, я эту картинку строил, чтобы было лучше видно. Потому что, если построить больше ГФ, то это все будет засвечено. Ну да, там много других источников. Дальше. Дальше. Это самый яркий квазар. И это вот так он, кривая его блеска в гамма-квантах со временем. То есть вот здесь он молчал. Это дни. То есть он молчал. Да, больше года он молчал. Два года. А потом вдруг снова заработал. А здесь вообще был мощный выплеск. А что по осям? Что по горизонтальной оси? Это время? Дни, да. Дни по горизонтальной оси. А по вертикальной это гамма-кванты в каком-то диапазоне, в котором я нарисовал. Я не помню в каком. Число гамма-квантов там за полдня или за день, я не помню. Или за два дня, наверное. Ну, неважно. Вот так вот. Это самый мощный квазар. И он попадает своим лучом на нас, как прожектор. Как и гамма-всплеск. То есть, есть некая аналогия на самом деле. Гамма-всплеск секунды и пропадает навсегда. Этот не пропадает, но замолкает. Излучает похожую хаотическую такую картинку. Вот. Следующий. Ну, давайте. А там есть еще? А, есть. Да, как же. Вернее, сейчас нет. Вот давайте вы вырежете вот это вот. И сейчас кино. Видео показать, да? Кино, да. Хорошо. Покажете видео. Вступление к кино. Значит так. Вернемся немножко назад. На два слайда. Давайте. Вот там, где... А, вернулся назад. Сейчас вернемся назад. Где пузыри ферми, да. Так. Так. Сейчас, сейчас совместное использование. Так, сейчас. Сейчас делаем. Вот здесь. Еще. Во! Во! Вот здесь. Нет, нет, нет. Вот здесь, да. Вот. Значит, это... Я взял данные с гамма-целескопа ферми, построил такую картинку. А что, если эту картинку оживить? Кино из нее сделать? Здесь довольно мало гамма-квантов. Но можно взять выше ГЭЛа. Их будет огромное количество. И как-то на одной из лекций я кинул клич. Вот волонтеры, которые умеют строить из данных красивые фильмы. Помогите. Сделать красивые фильмы. И нашелся парень, который услышал эту лекцию уже потом по интернету. И он живет во Владе Кавказе. Горсалом Челахсаев. И он сделал этот фильм. И вот давайте этот фильм сейчас покажем. Давайте. Этот ролик сделан по данным космического гамма-целескопа ферми, накопленным ровно за 10 лет. С августа 2008 по август 2018. Главная часть ферми – детектор гамма-квантов высоких энергий. Обычная технология – полупроводниковые полоски, перемежающиеся с вольфрамовыми пластинами. Только все это должно работать годы и годы, без сбоев и без малейшей возможности что-то починить. Сейчас мы покажем очень простой фильм. 24 кадра в секунду. Каждый кадр идет со сдвигом 2 дня. На нем все гамма-кванты, пойманные телескопом, за эти 2 дня. Плюс за 2 дня до того, или за 2 дня после. Перед вами Млечный Путь. Посредине. Он светит гамма-квантами, поскольку заполнен протонами высоких энергий. Они сталкиваются с частицами межзвездного газа и излучают гамма-кванты. Там есть и гамма-пульсары. Вот эти крупные точки, особенно их много, вот справа. По Млечному Пути как будто проходят волны яркости. Но это всего лишь технический эффект, эффект неравномерной экспозиции. Там, кстати, и солнышко пролетает справа налево и сверху вниз. Если приглядеться, то его можно увидеть. Но самое интересное здесь – это вспыхивающие звезды вне Млечного Пути. Это квазары, черные дыры. Их масса – миллиарды солнечных масс. Квазар время от времени испускает мощные струи плазмы вдоль оси вращения черной дыры. Струи излучают гамма-кванты по направлению своего движения, как луч прожектора. Если этот луч попадает на нас, мы видим исключительно яркий источник и называем его Блазаром. Сейчас мы смотрим на кусок неба, где два ярчайших Блазара. Вот сейчас мы видим один из них, а второй чуть справа. Вот он подпихивает чуть-чуть, и потом вспыхнет сильнее. Здесь, кстати, тоже пролетает солнце. Вот только что оно пролетело и вспыхнуло. Вот эта сладкая парочка. Видите, как она подмигивает? Опять пролетело солнышко. Еще один яркий Блазар справа внизу. Их здесь много. Наш Млечный Путь, наши Блазары и солнышко. Солнышко от нас в восьми световых минутах. Млечный Путь и основные его объекты – это тысячи световых лет. А Блазары – это миллиарды световых лет. Глубина масштабов охватывает 15 порядков. И вот они вспыхивают. Вернее, это они вспыхивали 10 миллиардов лет назад. Сейчас их почти не осталось. Только такие слабенькие. Ну вот и все. Ну вот показали. Вот показали мы этот фильм. Ну, что сказать. Там, в принципе, все сказано в этом фильме. Ну, хорошо. Вот. Поехали дальше. Поехали. Пока что мы рассуждали о черных дырах вот так вот, не видя их. Ну, видя от них, видя какие-то их эффекты вторичные. А вот увидите саму черную дыру. Значит, самые большие черные дыры. Их угловой размер – это примерно как толщина человеческого волоса на расстоянии 500 километров. Это две самые большие. Одна из них – в центре нашей галактики. Она близко, но она маленькая. Вторая – в М87. Это джет, который я показывал. Это М87. Она далеко, но она большая. И легче оказалось увидеть то, что в М87. Вот, М87. Правая, да, 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 правая. Оно далеко, но она большая. Как добиться такого разрешения? Должно быть очень большое отношение размера объектива к длине волны. Это нам дает угловое разрешение. Объектив – вся Земля. Длина волны – миллиметр. Как это сделать? Поставить несколько станций приемных в разных частях земного шара. Работать на длине один миллиметр. То есть это среднее. Но это уже не радио. Это уже граница между радио и инфракрасным. Миллиметр. Вот такой интерферометр сделали. И этот интерферометр увидел вот такую штуку. То, что в центре – это черная дыра. То, что вокруг – это аккреционный диск. Но мы видим – это не прямо. Вот, покажите следующий слайд. Черная дыра, мы видим ее увеличенное изображение. Потому что лучи идут, искривляясь с тяготением черной дыры. То есть мы видим ее в два с лишним раза больше, чем она есть на самом деле. И это помогло все-таки ее увидеть. И я думаю, что это было очень полезно на самом деле. То есть эта картинка – это, конечно, не фотография. Это результат довольно сложной обработки. И это полезно, потому что… Это полезно для широкой публики. Потому что вот гравитационные волны – это надо долго объяснять. А это вот она, картинка на футболках. С точки зрения пиара – это очень важная вещь. С точки зрения науки – она полезна, но не такая важная, как гравитационные волны. Тем не менее, все равно полезна. Много нового узнали об этой черной дыре. Уточнили ее массу. Уточнили режим акреции. Ну, вот, наверное, я сказал все, что хотел сказать. Если у вас остались вопросы, давайте. Даем. Так, ну, вот, тут у меня вопрос был от зрителей моих, да? Вот, смотрите-ка, вот у нас есть постоянная Хаббла. У нее, кстати, есть два рекомендованных значения. Каждое из этих рекомендованных значений, вот оно на основании разных измерений сделано, да? Вот. Не можете пояснить, почему нельзя эти разные измерения как-то примирить друг с другом? Сейчас. Так. Борис Евгеньевич, продолжайте. Примирить можно, но для этого нужна новая физика. То есть, для этого нужно много чего изобретать. Первый вариант. Предположить что-нибудь такое хитрое по поводу темной энергии. По поводу ее уравнения состояния. Сейчас считается, что это, ну как, это близко к вакууму. То есть, она ведет себя, вот эта темная энергия, как пустота с определенной плотностью энергии. Конечно, не совсем пустота получается, но тем не менее, вот так она себя ведет. Если она себя не точно так ведет, то она, в принципе, может это примирить, хотя вот так в лоб это не получается. То есть, люди над этим работают и какие-то выходы вроде находят. Я точно не знаю, как это у них получается, но вроде получается как-то. Есть еще один вариант. Поиграться с темной материей. То есть, не темная энергия, а темная материя. Это более простая вещь. Вот, это вещество. Это вещество. И надо предположить, что темная материя частично распадается. Но если мы ее всю будем распадать потихоньку вот так, ничего не получится, никакого примирения. Получится противоречие данным. А если дать распасться, скажем, 5% темной материи, то оно примиряется. Это работа Александра Долбова, Игоря Ткачева. Потом еще одна работа Дмитрия Горбунов с Игорем Ткачевым тоже. Это 5% за время существования Вселенной. Да, да, да. А во что она распадается? Не, не, не. Несательно. В наши частицы видимые или во что? Во что-нибудь легкое. Там в электроны, фотоны и так далее. Но в наши частицы. То есть она должна распадаться на легкие частицы. В наши, в наши, да. В наши. Нет, она может распадаться в свои частицы, но важно, чтобы они были легкими. Чтобы они улетали из галактик там и меняли уравнение состояния Вселенной. Не важно в какие, важно, чтобы в легкие. Понятно. Вот. Не совсем так. Значит, 95% темной материи должно быть стабильно. А 5% нестабильно иметь время жизни, порядка времени Вселенной. Вот тогда получается. Вот. Теперь, скорее всего, скорее всего, это просто методика. Скорее всего, прав Планк. Потому что вот эта оценка по сверхновым рисса с компанией, она основана на вещах, которые довольно-таки скользкие. Это определение расстояний. Тут нужна лестница расстояний. Потому что сразу расстояние до сверхнового не измеришь. Нужно сначала промасштабировать. Вообще, яркость, связь между расстоянием и красным смещением. Для этого нужно знать яркость определенных звезд в далеких галактиках. Для этого нужно измерить наши галактики, определить параллаксы. И здесь столько всякой кухни такой сложной по дороге возникает, что ошибиться там очень просто. То есть еще и поглощение в межгалактической среде, оно там есть. Поглощения нет. Нет? Значит, по-моему, первый раз, когда Хаббл определил Хаббл сам, не космический телескоп, а астроном Хаббл, то у него там что-то получалось очень резкое отличие от того, что есть на сейчас. Просто он, значит... Да он в 7 раз ошибся, в 7 раз. В 7 раз ошибся. И он ошибся, потому что неправильно оценивал расстояние до звезд, до галактик. Ошибся в расстояниях, не в поглощении. Ну, а он ошибся в расстояниях, и почему? Он же тоже, опять же, по цифиидам это смотрел. Яркость цифиида ему казалась слишком, ну... Оказалось, они в 7 раз дальше, короче говоря. Да-да-да-да, в 7 раз ближе. Значит, чтобы измерить яркость цифиид, нужно измерить их в нашей галактике, определить для них расстояние до этих цифиид. Они не близко, они далеко, это звезды редкие. Да. Вот. Вот. И уже здесь ошибка. Потом еще другая ошибка. Цифииды видны в сравнительно близких галактиках. Значит, Хаббл что делал? Он брал более далекие галактики, где цифиид уже не видно, и оценивает... Там другая оценка по самой яркой звезде галактики. Ну, считалось, что в любой галактике самая яркая звезда примерно одинаковая. И он просто прошибся, потому что принимал плотное скопление звезд за одну звезду. Шаровые скопления какие-нибудь. Он недооценивал. Ну, не шаровые, наверное, какие-нибудь там молодые, плотные. Вот. То есть, он недооценивал расстояние до этих галактик. Ошибся в 7 раз. То есть, ошибки сложились в одну сторону. Ну, здесь-то точность требуется гораздо выше, чтобы... Понятно, да? То есть, речь идет не о семерке. Но, ведь, обратите внимание, ведь на этих же данных, в принципе говоря, основывается первая вот эта вот идея о том, что не хватает массы в галактиках. Это все тоже основывалась оценка по яркости, оценивали массу. Ну, а если мы с расстоянием ошиблись, значит, мы, соответственно, и с массой ошиблись, с истинной яркостью ошиблись, все, что хотите. В принципе, да. Масса оценивается по кривой вращения, на самом деле, да. Но как это? Ну, да. То есть, расстояние тоже надо знать, конечно, да. Вот. Ну, а этот же Рис, кстати, вот, который дал вот эту высокую оценку постоянной Хаббла, на самом деле, он довольно важную вещь сделал вместе с Перлмуттером. Они как раз и нашли темную энергию, они открыли по сверхновым. Там требовалась меньшая точность. Вот, и они, да, увидели, что Вселенная расширяется с ускорением по далеким сверхновым. Ну, то есть, это их бизнес, на самом деле. Если кому-то, конечно, доверять, то доверять им. Но процедура настолько вообще грязная сама по себе, столько деталей, что даже лучшим вот этим астрономам, которые эти расстояния измеряют, доверять на 100% тяжело. Вот. Ну, и там есть всякая критика в статьях. Значит, ну, там вот, читаешь эти статьи и видишь, что это действительно кухня. Вот. Да. А если там есть новая физика, то, да, примеряется, но это интересно, конечно, да. Но, скорее всего, скорее всего, это все-таки методика. Так, ну вот, если, значит, говорить про постоянную Хаббла, я обычно так, ну, вот, сколько-то единиц, значит, метры в секунду делить на мегапарсеки. Если мегапарсеки заменить на метры, получится единица на секунду, да? Да. Секунду с первой степени перевернуть, получится секунды. Что это за время такое? Говорят, оно примерно 13,8 миллиарда лет получается. Поменьше, поменьше. Поменьше. Что это за время? Да, ну, порядка такого, да. Совершенно верно. Такого порядка оно и получается, да. Вот. Поменьше почему? Потому что Вселенная расширяется не с постоянным темпом. Вот. То есть сейчас она, чуть-чуть пошло ускорение, потом шла такая плата, раньше она ускоряла. Если мы проведем вот эту черту назад, мы попадем не в точку рождения Вселенной, а немножко ближе. Вот так вот. Ну, порядок правильный, порядок правильный, да. То есть это порядок времени жизни Вселенной получается, да? Да, да, да. Совершенно верно. А на каком же расстоянии сейчас от нас Вселенная расширяется, удаляется от нас со скоростью света? На каком расстоянии? Так, сейчас, секунду. Сейчас это несколько миллиардов. Это вот порядка сферы Хаббла, это вот как раз порядка 15 миллиардов. Вот там уже убегает от нас со скоростью света. Да, 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 да. А вот то, что мы сейчас предельно видим на 13,8 миллиарда лет, так как вот в книжках пишут, это уже где-нибудь в 40 миллиардах лет, и мы это уже никогда не увидим. Не совсем так. Не-не-не-не-не-не-не. Неправильно, неправильно, неправильно. На 13 миллиардах световых лет мы сейчас ничего не видим, то, что сейчас там происходит. Потому что это мы увидим... Нет, но мы видим... Видимое расстояние, но это было 13,8 миллиарда лет, а сейчас эти места они гораздо дальше, эти объекты. Совершенно верно. Вот то, что было 13,8 миллиарда лет назад, мы это видим. Мы это видим как? Мы это видим на карте реликтового излучения. Мы видим пятна, где погуще, пятна, где пожиже. Мы знаем, что здесь вот, скорее всего, там сгущение скоплений галактик. Здесь, скорее всего, скоплений галактик мало. Это войт так называемый. Так вот, эта штука, которую мы видим, улетела от нас на 45 миллиардов световых лет. Вот так. Она улетала быстрее скорости света, да. Она и сейчас летит... А что такое великий аттрактор? Так, значит... Насколько я понимаю, это довольно-таки крупная деталь, крупномасштабная структура локальная. Ну, к которой мы, как это, и нас, и мы движемся с такими... То есть, вселенная... Расширение вселенной, есть всякие нерегулярности местного значения. Вот эта нерегулярность местного значения довольно большая, там, по-моему, сотни мегапарсек. Вот. И мы туда движемся. Но вот это я точно не знаю, вот как именно выглядит, какого это размера. Вот. Это я просто здесь не очень драматен, к сожалению. Ну, интересно, надо будет посмотреть. Да, интересная система. Ну, надеюсь, вы не откажетесь еще раз увидеться. Давайте. Ну, могу рассказать что-нибудь еще, да. Да, и еще, конечно. Предзапланета, например. Вам есть чего рассказать? Да. Ну, только давайте возьмем летние каникулы. До сентября? Да. Ну, давайте до сентября. Или до второй половины августа. Ну, где-нибудь так. Наверное, лучше сентября. Давайте до второй половины августа, да. Сейчас мы попрощаемся со зрителями, остановим запись, и с вами примерно назначим время. Хорошо? Ну, хорошо, да. Давайте. Ну, а публике нашей до свидания. Вот, пишите вопросы. Вот, ну, пишите вопросы. Борис Евгеньевичу пишите, пишите. Задавайте, спрашивайте. Ну, вот. Ну, и лайкайте, репостите, поддерживайте материально. Ну, всего доброго. До свидания, дорогая публика. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова